Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк-Полонский и Кир под номером 554. Преобразуйте обыкновенную дробь в бесконечную, периодическую, десятичную дробь и укажите ее период. Для того, чтобы выполнить это задание, нам нужно выполнить деление. И вспоминаем, что черта дроби заменяет действие деления. Делим в столбик. 5 делим на 12. Так как делимое меньше делителя, то целых будет 0. Ставим 0, ставим запятую. Дописываем 0. 50 делим на 12. Мы можем взять по 4. 4 умножаем на 12, это 48. От 50 отнимаем 48, остаток 2. Сносим 0. 20 делим на 12. Можем взять по 1. 1 умножаем на 12, это 12. Остаток 8. Сносим 0. 80 делим на 12. Если мы возьмем по 7, то это будет 70 плюс 14. 84. Не можем. Значит, берем по 6. 6 умножаем на 12, это будет 60 плюс 12. 72. И обратим внимание, что мы опять получаем тот же самый остаток 8. Сносим 0. 80 делим опять на 12. Опять берем по 6. 6 умножаем на 12. Опять 72. Вычитаем и опять остаток 8. Таким образом, мы получили с вами бесконечную периодическую десятичную дробь, у которой 0,41 и 6 в периоде. Период 6. По цифре 2. Выполним с вами деление. 11 разделим на 15. Делимая меньше делителя. Поэтому целых будет 0. Дописываем 0. 110 делим на 15. Мы можем взять по 7. Потому что 7 умножаем на 10, это 70. 7 умножаем на 5, это 35. 70 плюс 35, это как раз получается 105, меньше чем 110. От 110 отнимаем 105, получаем 5. Сносим 0. 50 делим на 15. Можем взять по 3. Потому что 3 умножить на 15, это 45. Находим разность. И обращаем внимание, что опять остаток 5. Поэтому мы подошли к периодичности. Сносим 0. 50 делим на 15. Опять берем по 3. 3 умножаем на 15. Опять 45. От 50 отнимаем 45. Остаток 5. И так далее. Мы получили с вами периодическую, обыкновенную, десятичную, бесконечную дробь, у которой 0,7 и 3 в периоде. Итак, период данной дроби 3. По цифре 3. 9 делим на 11. Так как делимая меньше делителя, то целая часть будет равна нулю. Теперь 90 делим на 11. Берем по 8. 88. От 90 отнимаем 88, получаем 2. 20 делим на 11. Берем по 1. 11. От 20 отнимаем 11. 9. 90 делим на 11. 8. 8 умножаем на 11. 88. Остаток 2. Сносим 0. 20 делим на 11. Берем по 1. 11. И опять остаток у нас 9. То есть у нас, смотрите, остаток 2. Потом остаток 9. 2. 9. И так далее. Таким образом, мы получили с вами бесконечную, десятичную, периодическую дробь, у которой 0 целых и 81 в периоде. Период 81. Четвертое задание. Делим 19 на 36. Делимая меньше делителя, поэтому целых будет 0. И вообще, вы обратили внимание, что у вас все дроби правильные, поэтому целая часть равна 0. Делимая меньше делителя везде. Теперь 190 делим на 36. Это приблизительно как 200 на 40. Берем по 5. 5 и 6. 30. 0 пишем. 3 запоминаем. 3х5. 15. И 3 запоминали 18. От 190 отнимаем 180, получаем 10 в остатке. Сносим 0. 100 делим на 36. Поскольку мы можем взять по 3. 3 на 30, 90. 3 на 6. 18. 90 плюс 18, 108. Это много, поэтому берем по 2. 2 умножаем на 36. 2 умножаем на 36. 2х6. 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 3х2, 6. И 1 запоминали, 7. От 100 отнимаем 72. Получаем 28. 8. И сносим 0. 280 делим на 36. Можем взять по 8. Можем. Давайте проверим. 30 умножаем на 8. 240. 6 и 8, 48. 240 плюс 48 получаем больше, чем 280. Поэтому не можем взять по 8, берем по 7. 6 и 7, 42. 2 пишем, 4 запоминаем. 3х7, 21. И 4 запоминаем, 25. От 280 отнимаем 252. От 10 отнимаем 2, 8. От 7 отнимаем 5, 2. И получили остаток 28. Заметьте, у нас уже был остаток 28. Сносим 0. 280 делим на 36. Опять берем по 7. Опять получаем 252. Опять находим разность. И опять получаем остаток 28. То есть остаток 28 стал у нас повторяться. Значит, мы подошли к тому, что мы выполнили задание и нашли периодическую десятичную бесконечную дробь, у которой 0,52 и 7 в периоде. Поэтому период у нас 7. И последнее осталось, пятое задание. Разделим 39 на 44. 0 целых. Делим 390 на 44. Можем взять по сколько? Можем взять по 8. 4х8 32. 2 пишем, 4 запоминаем. 3 запоминаем. И опять 4х8 32. И 3 запоминали, получаем 35. 352. От 390 отнимаем 352. От 10 отнимаем 2, 8. И от 8 отнимаем 5, 3. Остаток 38. Сносим 0. 380 делим на 44. И можем с вами взять опять по 8. Будет 352. Находим разность. От 10 отнимаем 2, 8. От 7 отнимаем 5, 2. Остаток 28. Сносим 0. 280 делим на 44. Можем взять по 6. 6х4 24. 4 пишем, 2 запоминаем. 6х4 24. И 2 запоминали, 26. От 10 отнимаем 4, это 6. От 7 отнимаем 6, 1. Остаток 16. Такого остатка у нас еще не было. Сносим 0. 160 делим на 44. Можем взять по 3. 3х4 12. 2 пишем, 1 запоминаем. Опять 3х4 12 и 1 запоминали 13. От 160 отнимаем 132. От 10 отнимаем 2, 8. От 5 отнимаем 3, 2. А вот остаток 28 у нас уже был. Я его помечу галочкой. Сносим 0 и берем по 6. И опять 6 у нас сжаем на 44. Мы уже знаем, что это 264. Находим разность. И понятно, опять получаем остаток 16. Сносим 0. 160 делим на 44. Берем по 3. Получаем 132. Находим разность. И получаем остаток опять 28. Таким образом, у нас получена дробь. Десятичная, бесконечная и периодическая. У которой 0,88 и 63 в периоде. Период 63. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok